Добрый день и снова здравствуйте! С вами Ольга Закоржевская и компания Ваш Адрес. И сегодня мы возвращаемся к разговору о доходных домах и посмотрим два уникальных дома, которыми управляет компания Ваш Адрес и поговорим сегодня о них. Мы находимся на улице Зверинская, улица от Большого до Кронверского проспекта. Длина ее совсем небольшая, 760 метров и вид как раз на замечательный Петропавловский собор, откуда и начинается строительство нашего города. Здесь с 1732 года улица называлась Большая Никольская. Потом, поскольку здесь находилась Татарская Слобода, рядышком даже сохранился Татарский переулок, улица носила название Татарской. Но уже позже, в середине 19-го года, улица приобретает название Зверинская, потому что находится здесь вход в зоологический сад, поэтому и такое название. Непосредственно говорить сегодня будем о доме Зверинская 33. Посмотрите на этот доходный дом. У дома очень интересная и увлекательная история. Доходный дом строит его архитектор Кржановский. Что интересно, предыдущая наша серия была про дом книги, который простроил Павел Юльич Сюзор, именитый архитектор. Так вот, Кржановский был помощником Павла Юльича Сюзора, и также, как и Сюзор, строил очень многое в нашем городе. И надо сказать, что вся Петроградская страна, весь этот роскошный модерн, а Кржановский был любителем раннего модерна. Надо сказать, что большая заслуга этого архитектора в создании облика Петроградской страны, это именно наш архитектор, который вот этот доходный дом берется перестраивать в 1913 году. Но вернемся чуть раньше, на дворе 1870 год. И вот здесь это не Зверинская 33, а два строения деревянных, и принадлежат они крестьянке Сафроновой. Она владеет участком 31, у нее небольшой деревянный дамик, дальше она приобретает соседнее здание, и уже в 1898 году это единый адрес Зверинская 33. Чуть позднее наша крестьянка решает этот дом продать. Благополучно его продает вдове, штаб майора, и дальше после ее смерти переходит в ведомство ее сына. Так вот, вдова генерал-майора Левы передает потом этот дом своему наследнику, ну а в 1913 году дом по закладной переходит к купцу первой гильдии Яполутору, и это уже его доходный дом с 1913 года. Что же решают сделать? Полностью расчистить, убрать все деревянные постройки, и весной 1913 года получают разрешение, летом начинают строительство, и чтобы вы думали, буквально за один строительный сезон дом у нас уже готов. Невероятно, но буквально за год был построен этот дом. Обратите внимание на вот эти два портала, которые у нас в виде полукруглых арок, а центральная часть фасада у нас украшена вот такими пилястрами ионического ордера. Так вот, Крыжановский, который был крупнейшим мастером петербургского модерна и определил весь облик петербургской страны, он берется за строительство этого дома. Но случилось так, что уже в 2014 году за неуплату кредитных взносов был выставлен кредитным обществом дом на публичную продажу. Представьте себе, купец первой гильдии строил-строил, быстренько за один сезон все благополучно завершил, но дом выставляется на продажу. И представьте себе, уже осенью, в октябре 2014 года на торгах этот дом выкупают. Этот дом выкупают три брата, Симеон, Василий и Никон Мухины. Они выкупают и владеют этим домом до 2017 года, владеют этим домом до самой революции. Ну а после революции все вы помните эти знаменитые события. И здесь с 2017 года находятся коммунальные квартиры. Дом сохраняет также статус жилого дома. В 90-м году здесь громадное количество коммуналок. И надо сказать, что компания «Ваш адрес» потратила 15 лет своей жизни и расселила здесь 53 квартиры. Представьте себе, это строился доходный дом. В нем были большие квартиры. Каждая квартира была от 90 до 180 метров. И вот, надо сказать, что с частными инвесторами компания все эти 53 квартиры расселила. И мы сейчас с вами поднимемся наверх и посмотрим, что как же в доходном доме, где, как я уже говорила, мансардные этажи были самые дешевые, внутренние флигеля, куда мы сейчас с вами зайдем посмотрим, там тоже были недорогие с отделкой попроще квартиры. Ну а уже лицевой фасад, где были большие магазины с большими витринными окнами, также вся лицевая часть квартиры уже были и с ванными комнатами, с ватер-клозетами. Это уже все, что по фасаду было дорого. И надо сказать, что то, что мы видим вот такое серое сейчас отреставрированное красивую штукатурку, это тоже заслуга организации ваш адрес, потому что, если бы не компания, дом капремонт попал бы только на 15 лет позже. Ну и мы вспоминаем дом бака, где тоже жильцы подсуетились и ускорили капитальный ремонт, и сделали гораздо раньше. Ну а мы уже можем любоваться и смотреть, что действительно компания хочет вернуть статус доходных домов так, как это было в начале века. Сейчас это уже все по-другому этим распоряжаются. Высокие этажи приносят большой доход. И пойдемте, я обещала показать вам сюрприз, и мы полюбуемся из этого дома на Петропавловскую крепость. Ну что, мы зашли в дворовый флигель этого дома. Обратите внимание, какая плитка использована, дом отреставрирован. Действительно, с большой любовью возвращается полностью отреставрированный доходный дом, чтобы мы смогли с вами проникнуться и понять историю этого дома и увидеть. Здесь первоначально Крыжановским был запроектирован один каретный сарай и даже два гаража. Ну и вот здесь, как раз, как я уже сказала, квартиры были подешевле, они были с более простой обстановкой, поскольку это все дворовая территория, а не фасадная часть здания. Ну и вот мы с вами поднялись в этот доходный дом, в творение Дмитрия Андреевича Крыжановского. И сейчас мы с вами обещанный сюрприз увидим, какие же потрясающие панорамы и виды открываются здесь, на последнем мансардном этаже, который, как я уже сказала, перед этим домом был, мансардный этаж самым дешевым в доходном доме. На данный момент, в 2021 году, все меняется. Это один из самых дорогих этажей. Вид, конечно, имеет потрясающее значение. И здесь находится одна из лучших фотостудий города Петербурга. Ну и сами посмотрите, полюбуйтесь, какая панорама. Вот она, Петропавловская крепость, место, откуда начинался наш город, откуда действительно Петр Заячьего острова начинает возводить такой грандиозный проект. Ну и, конечно, панорама говорит сама за себя. И мы понимаем, что мансардные этажи – это уже не дешевое жилье. Это одно из самых выгодных вложений. Ну и сейчас мы пойдем посмотрим дальше по территории этого доходного дома. И надо сказать, что мы возвращаемся к доходным домам, а компания – ваш адрес, она занимается реновацией, в дальнейшем вкладывает и все переустраивает здесь. И сегодня мы посмотрим много интересных локаций. И обещаю, впереди еще будут старинные печи, коммунальные квартиры, съемочные интересные места, которые так любят киношники и где снимались многие известные фильмы. Ну и пойдемте дальше. Мы вышли с вами на балкончик, которого здесь не было, который благополучно был придуман и сделан 10 лет назад. И здесь мы с вами как раз смотрим уже без панорамных окон, а вживую на историческое ядро города, старейший памятник архитектуры, где 27 мая 1703 года был заложен наш город. Ну и мы вновь находимся на Большом проспекте Петроградской стороны. И от здания на улице Зверинская, 33, мы сегодня приходим с вами к зданию, которое носит адрес Большой проспект 2224. Все лучшие фильмы, больше 30 фильмов снимались здесь, на этом адресе. Сейчас мы зайдем, полюбуемся, как там внутри. Ну и, конечно, я должна сказать о том, что компания Ваш Адрес расселила не только 53 квартиры на Зверинской улице, но и в этом доме целую парадную. То есть возвращаем доходные дома дореволюционные, в нынешней реалии 21 века. Сейчас нас внутри ждет потрясающие интерьеры. Ну и я давайте расскажу вам немножечко про вот этот дом на Большой 2224. Что же здесь было изначально? Вообще Петроградская сторона – это были огороды. До строительства Троицкого моста, конечно же, здесь была такая сельскохозяйственная, можно сказать, часть. Здесь находились и огороды, части хозяйственной гарнизонного Ямбургского полка. То есть здесь была полковая такая слобода. И в 1820 году этот участок распродают, и дом под номером 22 приобретает статский советник Шмидт. Он был практикующим врачом. А на соседнем участке было деревянное строение, которым владели разные купцы. Сначала это были Львовы в 1870-м, в 1890-м году уже принадлежали купцу Корнилову. А между добами находился такой вот сквозной проезд, широкий во двор. Ну а в конце 19-го века город наш уже идет укропнение городской застройки, и Петроградская сторона уже приобретает такой красивый, новый вид. Каменные здания уже все идут единой линией, и преимущественно начинается строительство многоквартирных доходных домов. Ну и немножечко вам цифр, чтобы вы понимали, в 1890-м году здесь было только 7 новых каменных зданий. В 1900-м году всего 8, а уже к 1910-му году здесь 25 больших многоквартирных, 5-6-этажных каменных домов. И если посмотреть на дореволюционные снимки, то мы увидим в почетной стороне, что здесь всего лишь оставалось 3 старых деревянных дома, не более 3 домов, которые были одно-двухэтажными. И вот мы зашли с вами в парадную дома Большого проспекта, и вот здесь, по этой лестнице, сейчас мы поднимемся, здесь снимали клип, посвященный памяти Виктора Цоя. И вот мы находимся с вами в расселенной коммунальной квартире, она у нас 160 квадратных метров. Посмотрите, какая сохраненная оригинальная дранка на стенах. Вот мы видим деревянные перекрытия еще того времени, остатки лепнины на потолке, аутентичная печь. И, казалось бы, вот такой вид немножечко печальный. Чуть позже, сейчас мы с вами идем смотреть места, где снимались известные фильмы, а в завершении нашей экскурсии я покажу вам из этого помещения, что можно делать в квартире напротив, которая 180 квадратов. И там уже все отреставрировано, все восстановлено, и лепнины, и оконные рамы, и фурнитура. И вы увидите, как красиво можно сохранить доходный дом и привести его в надлежащий вид. Ну и вот мы с вами пришли в самый центр, где снимаются все лучшие фильмы. Нам приходится снимать вот с таким искусственным цветом, потому что киношники заклеили все окна. Именно здесь, с этого адреса, съемки фильма, такие известные, как Вертинский, Троцкий, и вспоминаем фильм Довлатова. Наша четвертая экскурсия, пересмотрите, была по улице Рубинштейна. И мы захватили с вами, заходили в квартиру, настоящую квартиру, где проживал Сергей Довлатов. Так вот, съемки фильма велись не на Рубинштейна, а именно здесь, на Большом проспекте 22-24. Потому что в этих интерьерах столько аутентичности, киношники обожают эту квартиру. И мы сейчас с вами находимся в самой богатой барской части. Я потом покажу вам оригинальную отопительную систему, которую нет вообще нигде в этом доме, только в этой барской квартире. За моей спиной роскошный камин. Посмотрите, какая дверь. Она тоже дореволюционная, оригинальная, аутентичная, с сохраненной растекловкой. Мы плавно передвигаемся с вами к камину. Он тоже у нас оригинальный. И представьте себе, все это будет восстановлено. Компания «Ваш адрес», которая занимается воссозданием дореволюционных доходных домов. Тут будет такая красота, которую вы увидите в конце экскурсии в одном из помещений. Ну а сейчас я направляюсь к еще одной оригинальной вещи. В Петербург таит множество секретов и тайн, и даже сокровищ. А здесь мы можем увидеть с вами оригинальный сейф. Конечно, он уже пустой, здесь уже ничего нет. Но вот это, конечно, очень таинственно, интересно и оригинально. Ну и в продолжении про киношную тему хочу вам рассказать, помимо всего прочего, здесь, на этом адресе, еще и снимали фильм, который недавно получил «Золотого орла», «Февральский дневник». И также фильм «Седьмая симфония» тоже по этому адресу. И не так давно в прокат будет выпущен фильм с Пьером Ришаром, который назывался «Кроличья лапа». Так что мы находимся в очень популярном месте, и все фильмы снимались именно здесь. Посмотрите, какая красота, и мы с вами можем виртуально вот так путешествовать и смотреть вот такие сокровища. Все аутентично, это же просто роскошно, и все это будет восстановлено. Мы с вами обязательно сюда вернемся, я покажу вам, как это будет выглядеть после реставрации. Ну а потолки, двери, все это действительно вызывает восторг, и мы понимаем, что революционная Россия была очень-очень роскошна. Ну и поскольку мы с вами находимся в самых дорогих барских квартирах, которые выходят на фасадную часть, на Большой проспект, и они отличаются от тех квартир, которые находились во внутренних дворах, которые были более дешевые, то в этих дорогих квартирах они были обязательно оснащены ватер-клозетами, ванны обогревались. И сейчас я вам покажу уникальную, оригинальную вещь. Посмотрите, какой обогревательный элемент мы видим в ванной комнате. И, кстати, тоже скажу, что именно здесь снимали фильм «Комиссарша», где Ирина Пегова принимала ванну. Это именно та ванна и как раз та самая печка. Ну и вот после посещения коммунальной квартиры, где мы только что с вами были, после посещения объектов, где снимают фильмы и кино, мы поднялись с вами вот сюда, в эти 180 квадратных метров, где тоже была коммунальная квартира. И я хочу сказать, посмотрите, какое можно сделать произведение искусства. И действительно, компания «Ваш адрес» пытается сохранить и всё, что было задумано архитектором при создании доходного дома, вернуть и вот эту первозданность сохранить. Посмотрите, вся лепнина на потолке, она вся восстановлена. Фурнитура на оконных блоках тоже вся оригинальная. Печки, каждая печь на своём месте. Вот такое замечательное, широкое, большое пространство, много объёма, много цвета. И всё это так, как это выглядело в дореволюционной России. Ну а вы увидели коммуналку, и как это выглядит, и что можно из этого сделать, то действительно большая признательность и компании, и тому, кто к историческому наследию относится с таким трепетом и любовью. На этом мы наш фильм заканчиваем, и я вас приглашаю подписываться на наш канал и на мой инстаграм, и смотрите наши следующие серии, потому что Петроградская страна – это одна из самых красивых частей города. Тут петербургский модерн в полном рассвете, и у нас ещё будут очень интересные объекты, квартиры. Я думаю, сегодня вам тоже было интересно посмотреть и прикоснуться, как это всё выглядит на сегодняшний день, и что можно из этого сделать. Ну а если вы захотите побывать в таких исторических интересных интерьерах, то компания фотостудия SkyPoint, которая является одной из самых популярных фотостудий в городе, она как раз является арендатором у компании «Ваш адрес» и любезно предоставила нам возможность здесь всё это поснимать. А мы хотим высказать ей благодарность за то, что она сохраняет такой дореволюционный Петербург и прикладывает к этому усилия. Субтитры подогнал «Симон»